друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал куда я также выкладываю ролики на лёльку да мой канал называется галинка малинка 2 обзоры также вы там можете найти обзоры на других блогеров в общем ссылочку закреплю в комментариях но вы не забывайте переходить и подписываться ну что ж мои хорошие сегодня мы с вами обсудим стрим нет не вчерашний а стрим позавчерашний планировала я вчера сделать на него обзор прям с утра пораньше броситься так скажем в бой но не тут то было друзья мои меня одолела лень матушка мне захотелось этот день провести в семье семьей выехать на озеро искупаться и так далее как известно всех денег не заработаешь поэтому вчера обошлось без роликов вчера я просто полноценно отдыхала кстати напишите как у вас погода что у вас хорошего у нас сейчас стоит жара ребят я в шоке от того что мне предстоит еще две недели ремонтов то ли с понедельника то ли с вторника опять начинается моя ремонтная эпопея это значит что у меня будут работники с утра до вечера и как я буду выкладывать свои ролики одному богу известно в общем мои хорошие даже не знаю что и сказать ну что ж как говорится поехали с вами обсудим тот самый стрим да недолго музыка играла недолго женька танцевал ну в общем мы с вами уже все поняли да а кто не в курсе так я расскажу женьку б обнаружили на сайте знакомств он ищет опять свою очередную любимую вы знаете все по-разному на это реагировали да я уже выкладывала свой обзор как раз таки на всю эту ситуацию но понятное дело каждый человек имеет право на счастье это все естественно да кто-то из девочек мне написал галь я желаю ему счастья ну как бы да в принципе каждому человеку можно пожелать счастье каждый человек имеет так скажем право на счастье но вы знаете ребят все хорошо пока это не коснется нас с вами я вот опять же скажу что я бы никогда ни одной женщине такого мужчину безответственного просто не пожелала потому что вы знаете менять женщин да и говорить о том что все женщины кругом были плохие когда у тебя было три брака за плечами напомню три венчанных брака представляете три венчанных брака вы представляете я вот когда-то считала если честно что можно венчаться один раз и на всю жизнь оказывается вот таким верующим людям как жене б можно венчаться целых три раза по мне это какой-то самый настоящий сюр потому что здесь это вот действительно перед богом вы перед богом перед людьми даете кляпу раз и навсегда но опять же понимаете можно жениться хоть четыре хоть пять хоть шесть раз есть и такие мужчины да но при всем при этом эти мужчины это хорошо когда мужчина берет ответственность за своих детей и даже после развода он содержит своих детей чему чего мы с вами не видели в браках же не бы да то есть он расходился женой он соответственно расходился и с детьми и детей он содержать своих не может поэтому говорить о том что вот он прекрасный отец нет вот когда он будет нести ответственность за своих детей вот тогда он будет прекрасным отцом а так как говорится ну не знаю я бы никому не пожелала такого мужа как он в общем друзья мои как я уже и говорила будем ждать реакцию лёльки реакция лёльки долго не заставила себя ждать прошло буквально два дня и лёля вышла на стрим сразу стало понятно когда она только заговорила о том а вот какие сайты знакомства знаете вы ребят я начала в своей голове знаете вспоминать а потом думаю так стоп галь что ты пытаешься вспомнить если ты никогда не была на сайте знакомств но я помню есть такое название мамба я запомнила точно потому что вроде как лёлька в шурика нашла как раз таки на мамбе друзья мои ну а оказывается этих сайтов знакомств просто полным полно лёлька в чате со зрителями начала их перечислять и вот на некой светелке они таки обнаружили женю б причем лёля демонстративно начала показывать но потом она призналась конечно же естественно даже если бы она не призналась мы бы поняли что лёлька уже была в курсе всех событий лёля сказала так что говорит мол так и так а мне говорит об этом сказала света что же не бы обнаружен на сайте знакомств а свете сказала вот это вот бывшая помощница которая приезжала к лёле буквально совсем на чуть-чуть ей помочь ну в общем типа женщина побоялась говорить люлечки в открытую сказала светочки а светочка сказала уже люлечки странно ребят вот почему бы да вот допустим эта женщина вот эта помощница боялась бы сказать об этом легке когда лёлька уже с этим жене б не живет как полтора года уже год как находится с ним состоянии развода согласитесь очень странно мне кажется что лёлька конечно же здесь лукавит лёлечка все прекрасно знала сама возможно за счет тоже тех же обзорных каналов поэтому как-то вот это все выглядит очень смешно и нелепо и вот друзья мои узнав что женя б в очередной раз ищет ту самую любимую и единственную лёлька решила она сказала я не просто так вышла на этот стрим говорит целью моего стрима в общем как раз таки лёля пытается обезопасить ту самую женщину от такого счастья огромного ну от жени б я так понимаю что это из той серии денис доставайся же ты никому лёлька как собака на сене и сама не а и другим не дам сама уже вовсю живет шуриком в открытую да правда сейчас шурика прячет но мы-то с вами прекрасно понимаем как говорится с кем живет лёлька так вот сама живет уже с другим мужиком давным давно и тут же мешает женьке б построить свое личное счастье казалось бы лёлька ну чё ты лезешь ну а вдруг появится вот такая же женщина как ты которая будет тоже содержать вот этого женьку бы вместе с его детьми да по крайней мере да возьмет как говорится шефство над видео над ним почему бы и нет но нет лёли надо обязательно все застрять вот понимаете я в принципе вот думала что будет именно так потому что лёля из той категории которая не даст даже бывшему даже несмотря на то что она сама пинком под зад выгнала женю бы даже несмотря на то что она сама уже состоит давно в отношениях лёля все равно не даст и будет делать из подтяжка всевозможные гадости знаете вот просто говорить гадости обливать грязью свою бывшую вторую половину и я считаю что в этой ситуации женя б выглядит между прочим намного я бы сказала как-то знаете порядочнее да вот я если честно даже смотрела сколько стримов женьки б сколько раз он выходил на стримы было что-то крайне крайне мало где вот он лёли пытался за что-то так скажем подтянуть но никогда я не слышала о том чтобы он говорил про лёльку какие-то гадости он всегда отзывался они хорошо пусть даже он за спиной где-то там да где-то вне камеры что-то и скажет они плохо но это уже другие моменты а когда он садился на стрим он ни разу себе не позволял проходиться по лёльке и говорить про неё какие-то гадости вот прям такие откровенные ребят гадости а лёля позволяет и мне хочется сказать ей вот здесь как раз таки бери пример жени б он ведет себя более достойно в этой ситуации он себя не опускает так как делаешь это ты и он более порядочен в этой ситуации он прекрасно понимает что даже когда вы расходитесь и остаетесь уже бывшими то надо держать планку и держать лицо и не опускаться или не стоит забывать лёля забывает ей кажется она опускает бывших мужей нет ли ты в первую очередь опускаешь сама себя потому что когда-то с этими мужьями жила любила спала и рожала им детей ну а сейчас все благополучно забыла и кстати шурику хочется вот сказать очередное вот такое вот напутствие шурик а ты сейчас не радуйся что она грязью поливает борюсика также грязью поливает женьку бы когда-нибудь пройдется она и по тебе вот когда она в тебе разочаруется когда ты ее разочаруешь вот тогда уже ушат и грязи польются от лёльки на тебя поверь мне дойдет и до тебя очередь в общем ребята что хочется сказать лёля узнала что женька б как раз таки на светелке предлагает свою кандидатуру той любимой и единственной женщине она говорит вот вы думаете я хочу что-то там вот на зло нет 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 и тут же начала его оскорблять последними словами он и выродок и так далее боже мой лёля откуда столько агрессии вот когда человеку нет дела до другого человека вот понимаете ребят вот допустим была у меня подруга я в ней разочаровалась да первое время как-то становится обидно да возможно там две-три недели ты как-то об этом думаешь возвращаешься да и думаешь о том ну как ты могла вот да а потом настолько становится параллельно что ты вообще просто вот проходит месяц другой и ты забываешь про этого человека вообще все ты даже о нем не вспоминаешь я вообще образно говорю да вот здесь у нее ситуация с мужем прошло полтора года уже в ноябре месяца в декабре будет два года как она с ним не живет казалось бы уже давно все должно было перекипеть от болеть тем более учтите тот самый момент что у нее сейчас она в отношениях с другими мужчиной но нет опять она сыпет вот эти вот гадости в адрес жени бы о чем это говорит это говорит о том что она никак не может его отпустить и вот это вот всю ситуацию которая связана с ним поэтому и льет грязь на женьку далее далее кстати лёлька начинает вспоминать и говорить вот когда шурик появился в моей жизни женя бы назвал шурика бомжом так вот говорит я хочу жени бы сказать что он сам был бомжом когда я с ним познакомилась я мол даже вещи ему покупала лёлька я тебе хочу напомнить тот самый момент когда ты уверяла что когда ты познакомилась жене б он зарабатывал больше денег нежели ты и покупал вещи твоим детям ну что ты что-то покупала ему а он покупал что-то твоим детям да уж потом когда он с тобой сошелся ты его специально устроила на какую-то там копеечную работу дабы он платил своим детям артему ульяне и другому сыну своему копеечные алименты бумеранг лёлька опять же бумеранг я говорит никого не ищу я замуж не хочу опять друзья мои у нашей лёльки амнезия тот две недели назад кричала что без мужчин она своей жизни не представляет ей обязательно нужно какое-то мужское плечо далее лёлька вспомнила историю о том как и женя бы в свое время привез ее знакомиться к своей матери и лёля говорит представляете мы познакомились с матерью я осталась с матерью а он поехал гулять вместе со своими друзьями ну лёль если ты все это дело проглотила если тебя уже бросили тогда на стадии знакомства то грош тебе цена значит у тебя не чувство гордости недостоинства ты дала ему понять что по тебе можно ходить топтаться сапогами что ты сделала тебе так хотелось замуж что ты вообще у тебя не было ни гордости недостоинства вообще ничего никаких даже нормальных человеческих принципов вы знаете и когда она стала вспоминать истории о том как она ловила женьку бы до свадьбы практически на изменах да когда он а то есть находясь с ней уже в отношениях предлагал юным девочкам 14 15 16 летним сделать им массаж ну понятное дело да чтобы последовало за массажем так вот ребят я в этот момент когда люли это озвучила я выпала в осадок знаете почему она вот так критикует женьку и говорит что вот он такой секой представляете мы еще не были женаты находились в отношениях а он уже приставал к молоденьким девочкам мне вот захотелось у лёли спросить лёль а как ты не боялась связывать свою жизнь выходить замуж за этого человека зная его так скажем да пристрастия опять же зная прекрасно что у тебя есть не только трое детей но среди них есть девочка от предыдущего брака ребят любая нормальная мать для неё бы это стало не только звоночком для неё бы это стало началом а по концам отношений да она бы прервала такие отношения зная прекрасно что ее мужчина с которым она собирается пожениться выйти за него замуж да что этот мужчина а тут еще ловилась причем охотник и именно до молодых девушек да но нет друзья мои люлю это нисколько не смутило и она пошла а пошла выходить замуж друзья мои в общем как то так как мать конечно она хреновая но опять лёля стала рассказывать про то какая у нее просто понимаете горит вот материнская у меня говорит была жалость к этим мужчинам вот материнская вот горит и шурика и женьку хотелось обнять приодеть и так далее ребят я уже это слышала я уже об этом говорила но я повторюсь люль лучше бы у тебя такая материнская любовь забота была в отношении твоих детей а то ты получается только вокруг штанов готова скакать козлом да прыгать от счастья от удовольствия что в твоих руках теперь появились штаны и вот только ради штанов ты готова показывать свою любовь заботы покупать вещи кормить вкусняшками и так далее к сожалению всего этого нет в отношении собственных детей поэтому я еще раз повторюсь 10 детей материнский инстинкт так и не проснулся никогда уже не проснется это либо есть в женщине либо нет женщина может не иметь детей но у нее может быть развит уже материнский инстинкт а здесь 10 детей в наличии но материнского инстинкта нет не было никогда не будет для лёли априори важнее всего мужчина поэтому пусть сказки не рассказывает по поводу того что ей никого не надо надо еще как надо ребят вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья все ребят всех целую всем пока